Это 7 дней в регионе. Сегодня в студии Светлана Дейнека. Доброго вам воскресного утра. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 639717. Если какая-то тема выпуска зацепит, звоните. В программе расскажем. Старые сети, которые постоянно рвутся. Ржавые трубы, которые портят воду. Проблемам водоканала в Архангельске нет конца и края. Или все-таки есть? Обсудим с директором предприятия Эдуардом Смеловым. В России начался эпидемиологический сезон по гриппу. Через 2-3 недели накроет и Архангельский регион. Мало не покажется. Обещают в Роспотребнадзоре. У кого выше шансы не заболеть и почему? В прямом эфире расскажет главный внештатный специалист Минздрава Архангельской области Владимир Агафонов. 6-я городская больница отмечает 80-летний юбилей. Как на сульфате в Центре палеотивной помощи помогают безнадежно больным доживать свои дни без боли? И почему со всей области приезжают люди разных профессий в Центр профессиональной патологии? Расспросим главного врача Сергея Жигалова. Сегодня добрый праздник, День матери. Когда просыпается материнский инстинкт? И почему даже самый лучший папа никогда не поймет материнских чувств и переживаний? Выслушаем мнение молодой мамы, которая отмечает этот праздник впервые. Ждем в студию Татьяну Евграфову. А начнем с новостей из региона. Прошедшая неделя была разной, как всегда. В каждом городе и районе области происходили события со знаком плюс и минус. Проблемы выпячивались, решения находились, либо нет. Оценку им жители давали через призму своего отношения к жизни. Потому у кого-то эта неделя, как и все предыдущие, была окрашена только в темные тона. У других напоминала зебру. И, наверное, лишь у закоренелого меньшинства оптимистов и философов светлая палитра преобладала. И это нормально. Но давайте посмотрим предметно. В Каргополе прошла настоящая спецоперация. По выпуску 104 тысяч мальков Сига, их называют сигалетками, в реку Онегу. Их выращивали в селекционно-генетическом центре Санкт-Петербурга почти полтора года. И в Каргопольский район доставляли в спецтранспорте. В операции были задействованы масштабные силы. Экологический отдел компании «Транснефт-Север», лаборатория биоресурсов внутренних водоемов северного филиала «Пенро», специалисты рыбоводного хозяйства, представители надзорных органов. Бытие очень неординарное, потому что сиг относится к ценным видам рыб. К сожалению, наши водоемы истощены в этом смысле. Ну и хотелось бы, чтобы он прижился. Сейчас у сигалеток проходит акклиматизация. Новая среда для них наиболее благоприятна. Ведь река Онега и озеро Лача в Каргополе – историческая родина Сига. На уходящей неделе в Северодвинске была запущена трансляция цифрового эфирного телевидения. Пока в тестовом режиме. И пока принимать сигнал смогут лишь 5% северодвинцев. Именно столько жителей города Корабелов имеют сейчас работающие антенны. Это уже зависит от политики эксплуатирующих компаний данный конкретный дом. Если там есть активные жильцы, они могут, условно говоря, скинуться на эту антенну, которая позволит им принимать бесплатные 20 программ. Остальным придется докупить необходимое антенну и приставку и настроить свой телевизор на прием 20 бесплатных каналов в цифре. Единственное, что омрачает радость северодвинцев от прихода ТВ высокого качества – отсутствие в этом пакете региональных и местных программ. Первый почтовый офис на колесах или передвижное почтовое отделение связи отправится в ближайшие дни из Архангельска в Плесецкий район. Его задача – оказание почтовых услуг в удаленных, труднодоступных и малодоселенных районах области, не имеющих стационарных отделений почты. Передвижной офис оборудован на базе ПАЗика. Внутри свободно могут разместиться несколько человек. Есть освещение, кондиционер, вся необходимая оргтехника и даже терминал для оплаты банковскими картами. Можно выписать газету, заплатить за коммунальные услуги, телевидение, интернет. Можно получить и отправить корреспонденцию. Таким образом, мобильный почтовый офис способен оказывать полный спектр почтовых услуг и будет работать по принципу – если вы не можете прийти на почту, тогда почта приедет к вам. Жители Красноборского района с размахом отметили 150-летие своего знаменитого земляка – живописца Арктики Александра Борисова. Одно из событий юбилейной недели – детский конкурс «Юные наследники Александра Борисова». Блеснуть талантом на него собрались начинающие художники из Великотского, Остьянского, Котловского районов, воспитанники школы искусств села Красноборск. Я сейчас изображаю, как его Борисова приняли ненцы, как они его угощали, чай, баранки, масло, как северные олени гуляют. А это уже выставка местных художников «Север. Вдохновение мое». По ее итогам, один из авторов получит грант имени Борисова за достижения в области изобразительного искусства. Ученики Холмогорской средней школы имени Ломоносова стали на уходящей неделе победителями Всероссийской интернет-олимпиады на знание правил дорожного движения. Их конкурентами были 97 команд со всех уголков страны. Но холмогорские школьники стали лучшими. У каждого было назначено свое время. Мы приходили к этому времени и под наблюдением учителя проходили данную олимпиаду. Дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации, почетные грамоты Управления Министерства внутренних дел чемпионам вручили в торжественной обстановке. Руководитель регионального управления ГИБДД ОМВД России Пархангельской области. А в Котласе наиболее актуальна сейчас тема плохой воды. Ухудшился водоисточник река Лиминда. А из-за плачевного финансового состояния горводоканала страдает технология очистки. Вносят свой вклад из старой сети. В результате показатели цветности, железа, перманганатной окисляемости превышают положенный уровень и иногда в разы. Тревогу бьют городские депутаты. Раз уж не удается решить проблему качества, то администрация Котласа должна хотя бы оперативно предупреждать население. Каждый раз, когда пить и готовить на воде из-под крана, становится небезопасно для здоровья. Если присутствует существенное ухудшение, то орган местного самоуправления, в данном случае исполнительный орган, должен об этом извещать население. Водная тема бьет рекорды популярности и в Архангельске. О состоянии системы водоснабжения в столице региона говорят следующие цифры. Почти 57% воды не доходит до потребителя, уходит в землю. Ежегодно на городских сетях водоснабжения происходит более тысячи аварий. Каждый второй житель Архангельска пьет воду с повышенным содержанием железа. Продолжит Ирина Ившина. Каждый год в Архангельске происходит более тысячи аварий на водоканальных сетях. Это крайне высокий показатель аварийности. В водоканале сетуют, предприятие не может работать в предупреждающем режиме. Все силы уходят на ликвидацию, а не профилактику чрезвычайных ситуаций. Часто очень отключают воду. Вот, пожалуйста, давно ли тут ремонтировали? Где? Наверное, неделя не прошла, а пять. Уже третий раз ремонтируют здесь. Сколько можно ремонтировать, я вообще не понимаю. По подсчетам водоканала, ежегодно более половины всего объема воды, подающейся в городские водопроводные сети, уходит в землю. Таких показателей водных потерь нет больше ни в одном городе северо-запада. Состояние канализации не лучше. Практически ежедневно водоканал работает на ликвидации затопленных канализационных колодцев. За восемь месяцев 2016-го их откачивали более четырех с половиной тысяч раз. Самое большое неприятность нам доставляет, безусловно, порывы на напорные канализации, которые связаны с выходом стоков на поверхность, бывает, на улице печет. Но горожане, наверное, не раз с этим сами сталкивались. Понятно, что стоки – это далеко не холодная вода, это загрязнение, это, конечно, экологический ущерб. Изношенное состояние сети – первопричиной другой проблемы. Едва ли не половина всех архангелогородцев пьет воду с повышенным содержанием железа. Такие выводы делают водоканали, основываясь на данных испытательного центра контроля качества воды. Там каждый день проверяют десятки проб, отобранных в разных городских округах. Химики подтверждают – вода из очистных сооружений, поступающая в городские сети, полностью соответствует требованиям СанПИН по химическому и бактериологическому составу. Но до потребителя вода нередко доходит с превышением железа. В городе вода соответствует нормам, но у нас слишком большие продолжительные водопроводные сети. И когда вода доходит до конечного потребителя на локальных отдаленных участках, там могут быть превышения по показателям железа в основном. Водоканали считают, что проблему с качеством воды можно решить. На 120 городских водопроводных насосных станциях нужно установить вторую ступень очистки, которая позволит улавливать из воды набранное в сетях железо. Заодно вода будет обрабатываться ультрафиолетом. Можно заменить все сети в течение каких-то десятков лет, но по сути результата, наверное, это особо не даст. Ну, пока вы одну часть будете менять, другая. Поэтому именно лежит, еще раз скажу, именно в инструментальных, именно в диагностических каких-то инструментах, для того, чтобы определить наиболее уязвимые, наиболее изношенные участки. И будем устанавливать расходомеры в городе, будем устанавливать датчики поиска скрытых утечек, приобретем утечий искатель для определения места открытых утечек. Ну, достаточно большой такой массив мероприятий. Все эти меры – часть инвестиционной программы, разработанной в водоканале. На предприятии посчитали, выведение системы водоснабжения из кризиса обойдется в 4 миллиарда рублей. Часть денег привлекут за счет инвесторов. Кроме того, с 2017 года необходимо повысить тарифы на воду и стоки. На предприятии говорят, что тариф, который установлен для жителей за потребление воды сегодня, не покрывает даже то количество ремонтных работ, которые приходится проводить. Но уже с 2018 повышение тарифа не будет превышать уровень инфляции. А к 2024 году тариф для горожан можно будет и вовсе снизить, обещают в водоканале. Инвестпрограмма еще не заработала, но модернизация сетей начнется в следующем году. Только задвижек мы хотим поменять в следующем году на 16 миллионов. Это только по сетям водопроводов. И примерно на такую же сумму хотим поменять задвижек непосредственно на очных водопроводных сооружениях. Новое руководство водоканала уверено, благодаря инвестпрограмме уже через год предприятие может выйти на безубыточность. А после ее завершения потери воды не будут превышать 20%, а аварийность снизится в 5 раз. И предприятие готово убедить в этом и потенциальных инвесторов, и горожан. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Ольга Красолина, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Не проблемы, с ними архангелогородцы сталкиваются каждый день, а способы их решения обсудим с директором водоканала Эдуардом Смеловым. Эдуард Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Ну вот водная тема в Архангельске, она уже навязала в зубах, и кажется, что мы толчем воду в ступе, а хочется конкретики. Вот инвестиционная программа, о которой вы говорили в сюжете, она сможет все кардинально поменять, или Архангельск так и останется городом коммунальных катастроф? Нет, инвестиционная программа разработана практически по всем направлениям деятельности водоканала. Она касается и сети, и очистных сооружений, она касается канализационных водопроводных насосных станций. Поэтому, если она будет реализована в полном объеме, то мы получим нормальную работающую систему водоснабжения, водоотведения в городе. И я думаю, что у нас есть реальная возможность просто забыть про все эти болячки, которыми мы живем сегодня каждый день. Вот инвестиционная программа – это всегда огромные средства, в вашем случае более 4 миллиардов рублей. А у вас есть уже источники финансирования, или вы еще только собираетесь их поискать? Ну, источники финансирования, ну и вообще разработка этого плана, она, безусловно, предполагала проработку вопросов по источникам. Выбрать один или два просто не представлялось возможным. Переложить все на население, или рассчитывать, что весь объем финансовых ресурсов мы можем получить какого-то внешнего инвестора. Поэтому искали наиболее оптимальную комбинацию, которая имеет максимальную вероятность быть реализованной. То есть более 2 миллиардов будут привлечены инвесторам в течение срока реализации программы. Часть инвестиционных ресурсов, она будет включена в тариф предприятия. Часть инвестиционных ресурсов мы будем получать при подключении наших новых абонентов. И почти миллиард берет на себя, возлагает на себя бюджет. Это бюджет города и бюджет области. Участие людей, то самое повышение тарифов, которым уже грозят нам, это что? Это тоже часть участия в инвестиционной программе? Это один из необходимых шагов. Во-первых, к сожалению, до сих пор Водоканал свою текущую деятельность осуществляет, не покрывая всех расходов, не осуществляя всех мероприятий, которые необходимо делать, эксплуатируя систему водоснабжения. Во-вторых, для того, чтобы реализовать инвестиционную программу и привлеченные средства, которые в течение 7 лет будут вкладываться инвесторам, возвратить на горизонте порядка 20-25 лет, все равно необходимо создать возможность отдачи, по сути, возвратности инвестиций. Поэтому без вот этого шага по изменению тарифов как для населения, так и для промышленных потребителей, к сожалению, вот этот вот проект, связанный с модернизацией, он просто неокупаемый. Мы не получим возможности, у нас не будет возможности привлечь внешние ресурсы, и все проблемы лягут на плечи только населения. Дорогич, мне сейчас сообщили, что у нас есть звонок в студию, мы слушаем, говорите, представьтесь. Дорогич, добрый день. Меня зовут Александр Полектов. Я хотел спросить вот о качестве воды. Только что в сюжете сказали, что все вот ремонты, модернизация, не факт, что скажется, как-то делают упорные потери на порывы, которые вот уже замучили всех. Скажите, это так или все-таки стоит ждать улучшения качества воды, которая сейчас не очень хорошая, если честно? Спасибо за вопрос. Значит, сейчас можно говорить о том, что центральные очистные сооружения при подготовке воды, поднятой из реки, готовят воду практически до идеального, до необходимого состояния. Вода приходит в состояние, непригодное для использования, непригодное для питья, просто транспортируясь, проходя по нашим трубам, проходя по нашей сети. Поэтому мероприятия, направленные на модернизацию, перекладку сетей и самое главное мероприятие, направленное на реконструкцию насосных станций, они подразумевают, что у нас появится еще одна третья ступень очистки, когда мы будем механическую и биологическую очистку проводить не только на центральных очистных сооружениях. Это у нас будет проводиться на насосных станциях, подающих и распределяющих воду уже непосредственно жителям. Поэтому реализация этой инвестиционной программы, она позволит в полном объеме обеспечить воду не у нас на очистных, а у потребителя в кране. Обеспечить ее качество и соответствие требованиям СанПИН на 100%. Смотрите, повышение тарифов – это все-таки мера однозначно непопулярная. И ответственность за принятие этого решения предстоит принять депутатам Городской думы. А что они смогут сказать своим избирателям в округах? Какие будут аргументы? Вот, например, на этой неделе, и я знаю, что уже даже гораздо раньше, появились проблемы с подачей воды в дома на обводном канале. Люди огорчены, им надо что-то говорить. Хорошо, они станут больше платить. А когда, например, аварии в этом районе конкретно прекратятся 100%? То есть сроки какие-то мы можем называть тогда? Ну, смотрите, план и вообще реализация инвестиционной программы, она, как я уже говорил, вы уже об этом говорили, она будет проходить в течение 7 лет. В дальнейшем перекладка и восстановление, собственно, фонда, основных фондов предприятия будут продолжаться просто в чуть более низкими темпами. Сейчас нам необходимо достаточно большой объем работы выполнить. Конкретно по обводному каналу, я не могу сейчас сказать, что у нас по обводному каналу все мероприятия запланированы на 2018 или 2019 год. насосные станции у нас реализации инвестпрограммы будут проходить в течение всех 7 лет. Перекладка и замена у нас основного оборудования на сетях будет осуществляться в течение ближайших 4 лет. Сами сети будем перекладывать по мере их максимального, будем перекладывать сперва самые изношенные. У нас есть статистика, есть информация по количеству, по аварийности по каждому участку сети. Естественно, перекладывать необходимо будет в первую очередь там, там, где это просто бесконечных требует работ, расходов для того, чтобы обеспечивать людей услуги водоснабжения, водоотведения. По обводному каналу аварийность достаточно высокая. У нас более двух десятков аварийных остановов перед подачей воды было, начиная с начала этого года. Именно по обводному каналу. Да, по этому району. И задача поменять и заменить сети, она будет, я думаю, что в течение ближайших двух, максимум трех лет в полном объеме выполнена. Я знаю, что у нас сейчас звонок в студию опять есть. Мы слушаем. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Алло, алло, доброе утро. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Да, да. Елена Морева беспокоит, Архангел Огородка. Здравствуйте. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а где гарантия, что наши деньги при повышении тарифов пойдут на модернизацию все-таки сетей, а не в чей-то карман? Спасибо большое. Ну, это вообще актуальный вопрос. Ну, наверное, это даже вообще самый главный вопрос. Потому что принять решение, разработать программу – это, ну, одна десятая того, что нужно сделать. Эту разработанную программу нужно действительно воплотить в жизнь. И вопрос гарантий того, что задуманное и те средства, которые будут предоставлены, будут целевым образом на необходимое мероприятие потрачены – это основной вопрос, который достаточно долго прорабатывался. Для того, чтобы выбрать тот самый механизм, максимально обеспечивающий достижение цели. Поэтому выбрали механизм и сейчас прорабатываем частного государственного партнерства. Когда для выполнения вот этой инвестиционной программы, для выполнения показателей, производственных показателей предприятия, будет выбираться внешний частный инвестор. Этот инвестор берет на себя обязательства по достижению, как поставленных перед ним задач, по повышению качества воды, снижению аварийности, по снижению энергозатратности предприятия. Так и по выполнению, собственно, всей инвестиционной программы. Конкурс подразумевает, что представленная инвестиционная программа, она как обязательное условие, и это составная часть договора, предлагается участникам. А участники конкурса делают свои предложения, и в зависимости от того, чье предложение меньших финансовых ресурсов, меньшей нагрузки на абонентов потребует, та заявка и будет считаться выигравшей. Поэтому вот этот механизм концессии, концессионное соглашение, на наш взгляд, на взгляд руководителей администрации города и области, является наиболее оптимальным механизмом, гарантирующим достижение поставленной цели. Главное, чтобы это было прозрачно и информационно открыто, куда приходят деньги, как они тратятся. У нас снова звонок в студию. Пожалуйста, говорите, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Данкова Татьяна Валентиновна, я хотела бы знать, когда на сульфате прекратится такое безобразие с водой, которую пить вообще невозможно. Она у нас идет то соленая, то грязная, то еще что-нибудь. Как у нас работают очистные сооружения? Спасибо. Спасибо, вопрос понятен. Сульфат. На сегодняшний день на сульфате услуга водоснабжения и водоотведения нашим жителям предоставляет предприятие РОСА. Это не МУП-водоканал и не МУП-водоочистка, которая работает в остальных районах, в остальных округах города. В связи с тем, что общество с ограниченной ответственностью РОСА, которое работает в Северном округе, находится сейчас в состоянии банкротства, введено конкурсное управление. Конкурсным управляющим предполагается, что в конце ноября будет расторгнут договор аренды сетей с администрацией города. И администрация города об этом уже в курсе. И в связи с поступлением данной информации, в связи с поступлением данной заявки о расторжении, администрация уже поставила задачу перед водоканалом провести все необходимые подготовительные работы, чтобы с начала декабря, как только будет расторгнут договор с РОСА, в Северном округе ответственность за водоснабжение и водоотведение уже взял на себя водоканал. И после этого как-то качество воды вы повлияете на это? После этого мы будем нести ответственность, у нас будет возможность работать, потому что очистные сооружения, которые готовят воду для Северного округа, они находятся непосредственно в Северном округе, это не вода, которую готовит водоканал на центральных очистных сооружениях. И водоотведение также осуществляется сетями и насосными станциями, работающими непосредственно в Северном округе. Поэтому с 1 декабря мы возьмем на себя ответственность за работу на Сульфате. — Дарья Юрьевич, под финал вопрос. Вообще есть какая-то успешная практика модернизации водоканалов? Где-нибудь водоканал есть, чтобы это было устойчивое предприятие, с хорошей экономикой, полностью с хорошими сетями? Какой-то образец для подражания, к чему стремиться будем? — Конечно, есть. Хотя большая часть предприятий в сфере водоснабжения, водоотведения, к сожалению, находятся тоже в не самом благополучном состоянии. Та информация, которую представляет Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, говорит о том, что 4 из 5 водоканалов находятся практически в предбанкротном состоянии. Есть действительно те примеры, которые можно просто брать за образец. — Так какие же? — В первую очередь, по нашему северо-западному округу, достаточно большую, хорошую инвестиционную программу реализовал водоканал Санкт-Петербурга. Качество воды, качество услуги водоотведения, буквально еще лет 10 назад, оно такое было тоже достаточно удручающее в городе. Большое количество стоков падало непосредственно в Неву. В результате экологические организации, как наши российские, так и зарубежные, которые просто имели возможность даже с космоса наблюдать то, что происходит вокруг города, происходит такое разрастание целой плантации водорослевые. Те, которые возникают только при сбросе хозботовых стоков в реку. Сейчас меньше 3%, по данным Питерского водоканала, меньше 3% стоков попадают в воду неочищенными. Для Санкт-Петербурга, у которого, наверное, 10 лет назад около 30% стоков имели недостаточный уровень очистки, для Санкт-Петербурга, это достаточно серьезный порыв. Значит, нам понятно, к чему стремиться, Эдуард Вячеславович. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что пришли сегодня. Я напоминаю, что с нами был сегодня в прямом эфире директор Водоканала Эдуард Смелов. Продолжаем. В России начался эпидемиологический сезон по гриппу. В Роспотребнадзоре обещают, ситуация развернется уже через 2-3 недели. Пока же заболевшим ставят диагноз ОРВИ. В медицинских сводках фигурирует парагриппозная и аденовирусная инфекции. В настоящее время порог заболеваемости слегка превышен в 10 субъектах. Из ближайших к нам – Республика Коми, Мурманская область, Ненецкий автономный округ. Поморье пока держится. После негативного опыта прошлой зимы, когда эпидемия гриппа поразила 74 региона страны, на государственном уровне сделали ОРГ-выводы и увеличили финансирование этой прививочной кампании почти на четверть. Более 4 миллиардов рублей пошло на то, чтобы своевременно провести вакцинацию населения. Организация этой работы в нашей области поставлена неплохо. Бригады медиков выезжают на предприятия, учреждения, в офисы по коллективным заявкам. Те, кто просто обращаются в свою поликлинику, минуя очереди, попадают на осмотр к терапевту, где получают пропуск в прививочный кабинет. Основная масса прививается по желанию, но есть и обязательный порядок. Он действует в отношении всех, кто работает с детьми. В вопросах, связанных с гриппом, медики категоричны. Главное средство профилактики, прежде всего, предупреждение эпидемий – это вакцинация. Так почему же медики так категоричны? Спросим Владимира Агафонова, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Архангельской области, доцента кафедры инфекционных болезней СГМУ. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Инфекционные ресурсы, информационные ресурсы цитирует главного санитарного врача России Анну Попову, который говорит буквально о рисках появления новых патогенных штаммов вируса гриппа в этом сезоне. Неужели вся та огромная профилактическая работа по вакцинации может оказаться неэффективной? Ну, нужно сказать, что не все так плохо. Дело в том, что, действительно, грипп изменяется постоянно. Это удивительная инфекция, которая пришла в человеческое сообщество из мира животных, в частности, перелетных птиц. Все ведь слышали о птичьем гриппе. И, действительно, каждый год вирус гриппа меняет свою структуру. Раз в 10, 20, 30, а иногда 40 лет это изменение носит более существенный характер, как это когда-то случилось со знаменитым свиным гриппом. Что касается в этом году, то ожидается преобладание того гриппа, который когда-то назывался Гонконгом, который также изменил свою структуру. Однако существующие методы как профилактики, так и лечения будут работать и в этом случае. Вот федеральный бюджет направил в этом году на прививки от гриппа более 4 миллиардов рублей. Приводится статистика, что это почти на четверть больше, чем в прошлом году. В Архангельской области и в Архангельске, в частности, удалось вакцинировать больше людей благодаря этому? Да, конечно. В этом году число вакцинированных на конец прошлой недели увеличилось на 10%. Это очень хорошая цифра. Ну вот практически 370 тысяч человек, население области, привито против гриппа. Ну это получится около 33%. Ну вот известно много случаев, когда после прививки человек все равно заболевал, болел тяжело, и возникает резонный вопрос. В чем смысл тогда вакцинации? Грипп, прививка против гриппа, конечно, способствует более легкому течению болезни. Человек или не заболевает, но если заболевает, оно не протекает у него в тяжелой форме и с осложнениями. Я должен сказать, что ни один пациент с тяжелыми формами гриппа, привитые против гриппа и умершие против гриппа, не были вакцинированы. На мой взгляд, это очень хороший довод в пользу эффективности вакцинации. Человек может заболеть, но он не болеет тяжело и он не дает осложнения. Давайте сейчас дадим какой-то алгоритм действий тем, кто по каким-то причинам отказался от вакцинирования, не участвовал в этом. Что делать, чтобы не заболеть? Ну, здесь остаются уже профилактические методы такого неспецифического характера. Здоровый образ жизни, очень важное условие, стараться избегать скопления большого количества людей, если это возможно, в силу многих профессий, необходимости поездок в транспорте и так далее. Иногда это и невозможно. Правила личной гигиены, включение в свой рацион поливитаминных препаратов – это вполне возможно. Ну, и продуктов питания и напитков, которые содержат полезные вещества растительного характера. Ну, вот с витаминами, в частности, наши северные ягоды, и брусника, и клюква, шиповник, некоторые, многие травы, которые могут использоваться в качестве чаев, они будут уместны. Наталья Михайлович, мне сообщили, что у нас есть звонок в студию. Говорите, мы слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Мария Кузнецова. Скажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, стоит ли вообще делать вакцинацию, особенно маленьким детям, потому что у знакомых есть случаи, когда поднимается высокая температура в течение нескольких дней. Ну, и у взрослых также. Спасибо. Вы поняли вопрос. Да. Ну, больным людям прививок не делают. Если человек болен, у него повышена температура, в этот период вакцинация не проводится. Что же касается детей, то дети – это одна из групп риска. Для них вакцинация против гриппа особенно важна. Конечно, прививка – это не гарантия от того, что человек, ребенок уже не будет болеть. Количество так называемых острых респираторных заболеваний, острых респираторных вирусных инфекций – много, их многие десятки. Против всех не существует вакцинации. Очень важно, чтобы человек переносил эти болезни не тяжело и без осложнений. Чтобы вовремя обращались они за медицинской помощью. Вы знаете, вот эти вот заболевания людей, детей, они даже носят, ну, вот какой-то позитивный характер в том плане, что человек приобретает иммунитет большинству популярных респираторных инфекций, чтобы дальше во взрослой жизни иметь против них защиту. Но грипп выделяется из всего этого списка риском тяжелых форм и осложнений. Поэтому вакцинация против него чрезвычайно важна. Подводя итог разговору, вот каковы ваши прогнозы с учетом количества вакцинированных? Будет в Архангельской области в этом сезоне эпидемия гриппа или она все-таки минимальный риск ее? Ну, эпидемии бывают каждый год. Никаких данных, что в этом году она не произойдет, мы не имеем. Первые случаи гриппа у нас появились в том числе среди жителей нашего города, вернувшихся из зарубежных поездок. Ну, таким образом это заболевание распространяется. Но относиться к этой болезни надо серьезно, не как к безобидному явлению. И, конечно, заболев обращаться за медицинской помощью, особенно я бы хотел группам риска. Помимо детей, это лица старше 60 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Спасибо большое, Владимир Михайлович. С нами был Владимир Агафонов, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Архангельской области, доцент кафедры инфекционных болезней СГМУ. Дата сдачи перинатального центра в Архангельске снова переносится. По предпоследней версии, торжественно перерезать ленточку должны были в декабре этого года. Но придется еще подождать. И в первую очередь врачам, спасающим тяжелых новорожденных в отделении реанимации. Алексей Карельский знает подробности. Если верить этому паспорту объекта, к концу года на территории областной клинической больницы должен быть сдан перинатальный центр на 130 коек. Декабрь уж близится, а близости все нет. Речь об окончании строительства. С грустной надеждой взирает на семиэтажного исполина врач Владимир Зеленский. У отделения реанимации новорожденных, в котором он работает, возможности ограничены. Рассчитано оно на 9 коек, но нередки случаи, когда одновременно выхаживать нужно дюжину, а то и больше малышей. Иногда нам даже не хватает специальных кювизов, которые нам помогают выхаживать глубоко недоношенных новорожденных, для того, чтобы обеспечить им комфортные условия. То есть это и температурный, и режим влажности. В перинатальном центре с этим проблем не будет. По словам врача, он возьмет на себя до 70% самых тяжелых новорожденных, которым нужна интенсивная реанимационная помощь. К тому же центр будет оснащен самым современным оборудованием. Запас прочности существующего почти исчерпан. Нет запаса и по метражу, добавляет свои 5 копеек замглавного врача по оказанию акушерской и гинекологической помощи Александр Зинишин. Нам не хватает площадей элементарной. Мы не можем расположить все структурные подразделения перинатального центра. У нас, например, не работают и пока не работают. Это нанотологические операционные, где можно оказывать помощь. Мы вынуждены переводить детей в детскую больницу. А в перинатальном центре у нас будет второй этап выхаживания. То есть мы сможем этих детей, которые были у нас в реанимации, не возить по морозу, не возить в другое учреждение. Они до выписки будут находиться в перинатальном центре. Там же будут оказывать медицинскую помощь и мамам этих малышей. Стало быть, в существующем отделении новорожденных станет просторнее. Сейчас в палатах совместного пребывания матери и ребенка условия явно стесненные. Отделение маленькое. На это же находится одна душевая, один туалет, тесные палаты. Мамочки находятся по трое человек в палатах. То есть, ну, я думаю, что перинатальный центр нужен для более комфортного пребывания мамочек в отделении. Комфорт для перинатального центра – задача далеко не главная. Но и о нем забывать нельзя. Пока же внутри новостройки мало что радует глаз. А ведь деньги на объект выделяются своевременно. Почти 2,8 миллиарда рублей по программе модернизации здравоохранения региона. Где же отдача? Человек в белом халате Александр Зинишин своим доводом немного обеляет строителей. Уже по ходу строительства меняются требования СанПИНа, и проектировщики делают свои поправки. И строители строят с листа. Это тоже, как говорится, увеличивает сроки строительства. На минувшей неделе в правительстве области прошло совещание по перинатальному центру. Рабочая группа выезжала на площадку, общалась с подрядчиком – представителями компании «Мордов Промстрой». Посчитали – строители выбились из графика почти на 4 месяца. В чем же дело? Поскольку подрядчик наши звонки проигнорировал, адресуем вопрос министру строительства и архитектуры региона Михаилу Яковлеву. Нет банального дизайн-проекта. В дизайн-проекте прописано, какие материалы, какая расцветка, в каких помещениях применяются. Этого у субподрядной организации нет. Договорились о том, что этот раздел будет в течение двух недель доставлен субподрядчику со штабом к производству, для того, чтобы они уже начали выполнять эти отделочные работы, к которым они готовы. И, собственно, это все сейчас и стопорит. В общем, как говорит министр, не налажено нормальное взаимодействие между заказчиком, генеральным и субподрядчиком. Теперь представители областного минстроя будут спрашивать с производителей работ чуть ли не каждую неделю. Как бы то ни было, срок сдачи объекта сместился. Ввести перинатальный центр в эксплуатацию необходимо к августу 2017 года. А это значит, что не позднее апреля должны быть завершены все строительные и отделочные работы. Только после этого можно будет приступить к монтажу оборудования. Алексей Карельский, Артем Юдин. 7 дней в регионе. Как только строительство социального объекта выпадает из первоначального графика, всегда возникают проблемы с его завершением. Жизнь не стоит на месте, и требования надзорных органов растут. То дверные проемы приходится расширять, то систему вентиляции демонтировать и устанавливать вновь, то лифтовое хозяйство менять. Так было на медико-социальной части в Коряжме, реабилитационном центре для детей-инвалидов и акушерско-гинекологическом стационаре в Котласе. В этот ряд встает и перинатальный центр в Архангельске. И чем дольше продолжается достраивание, тем оно дороже. А теперь к приятному. Архангельская городская клиническая больница номер 6 на Сульфате отмечает свой 80-летний юбилей. В пятницу прошло торжество, на которое приглашали ветеранов лечебного учреждения. Вместо белых халатов – вечерние наряды. В Северном округе отметили 80-летний юбилей 6-й городской больницы. Гордость главного врача Сергея Жигалова – коллектив. Сегодня в нем около 550 человек, в том числе 100 врачей и более 200 медицинских сестер. Большинство – стажисты, преданные своему делу и своей больнице не один десяток лет. Больница моя самая любимая, шестая, на всех мне дороже. Я поступила в 75-м году, начала работать медицинской сестрой. По карьерной лестнице шла, как говорится, вот и профессия. Фельдшером. Место освободилось, работала с 77-го года фельдшером и до сих пор работаю. Гармонично вливаются в их ряды и молодые специалисты. В следующем году в больнице ожидают пополнения в виде трех новых врачей-терапевтов – сливиков, которые сейчас заканчивают СГМУ. У нас очень добродушный, доброжелательный, тёплый, терпеливый и всегда готовый помочь коллектив, что очень радует меня, как молодого специалиста. Работать нравится, всего хватает, снабжение, инструментария, как у кушера-гинеколога, естественно, это в первую очередь то, что должно быть. В зоне ответственности 6-й городской больницы 45 тысяч человек – жители Северного и Маймаксанского округов. Несколько поликлиник, комплекс зданий под стационар. В преддверии 80-летнего юбилея больница усиленно обновляет материально-техническую базу. Здесь идут ремонты помещений, приобретается современное диагностическое оборудование. Так же, как я насосы ремонтируют, тут же меня ремонтируют. Это очень нужная больница. В следующем году планируется открыть гинекологический дневной стационар, который будет находиться прямо в женской консультации. Ведь помощь должна быть как можно ближе к тем, кто в ней нуждается, говорят в больнице. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. У нас в студии в прямом эфире новый гость Сергей Жигалов, главный врач Архангельской городской клинической больницы номер 6. Сергей Николаевич, вы к нам прямо из праздника в студию шагнули, можно сказать. Да. Но поговорим все-таки о ваших буднях. Хорошо. На базе вашей шестой больницы создан центр палеоативной помощи, в котором облегчают страдания безнадежно больным людям. Признаюсь, я была крайне удивлена, что в нашей медицине это направление не просто есть, а еще и развивается. Можно говорить о планах на расширение этого центра? Безусловно, планы такие есть в больнице. Значит, вообще, вот понятие палеоативная помощь, значит, наравне с такими традиционными, как, допустим, первичная медико-санитарная помощь, экстренная помощь, неотложная помощь, она появилась в федеральном законе, значит, 323-м, значит, в 2012 году. И после этого эта служба стала развиваться и у нас в больнице. Ну, в целом, вот, если брать регион, значит, было проведено объединение выездной службы хосписа, которое было самостоятельным учреждением, и нашей койки, было 20 коек хосписных. Вот сейчас мы создали этот центр палеоативной помощи. И вместе мы работаем, преемственность соблюдается. Допустим, на этот год у нас уже коечный фонд увеличился до 30, а на следующий год он увеличится еще на 10 коек, то есть до 40 коек. Придется, наверное, делать какие-то передвижки отделений внутри больницы, потому что уже на тех площадях, которые сейчас располагаются, значит, центр, они уже не помещаются, придется делать передвижки. То есть вот и дальнейшая перспектива, значит, у нас вот заведующая, она очень, значит, такая инициативная, стала главным внештатным специалистом Минздрава по палеоативной помощи. И вместе мы вот планируем еще, значит, расширять и, значит, вот этот центр палеоативной помощи. Это очень нужное дело. Это очень гуманное направление. Еще одним открытием вашей больницы, лично для меня, стало отделение, а точнее, центр профессиональной патологии. Вот расскажите о его востребованности, какие задачи он решает. Так сложилось, что вот как раз с пуском, значит, основного здания стационара, которое находится на Ильича 60, оно было запущено в строй в 89-м году, как раз вышла нормативная база по созданию центров профпатологии в каждом субъекте федерации, значит, в связи с тем, что заболеваемость профзаболеваниями, она, значит, достаточно высокая была в тот период. То есть это 89-й год. И вот нашей больнице было предложено создать такой центр в новом здании, значит, вот он был создан в 89-м году. И, значит, вот под этот центр было закуплено оборудование, значит, было сделано такое, значит, разрозненные службы функциональной диагностики объединились в отделение функциональной диагностики. И вот сейчас, вот уже прошло достаточно много времени, мы констатируем то, что вот заболеваемость, этими заболеваниями, которые связаны с профессией, они стали в тяжелых стадиях, то есть вот они стали исчезать, как бы, ну, меньше их стало. То есть мы выявляем, значит, заболевания на ранних стадиях, занимаемся их профилактикой, то есть со всей области к нам, значит, приезжают пациенты, там сделан тоже очень хороший ремонт, они даже не узнают отделение, которое совершенно изменилось, поэтому довольны-таки все, получают лечение. Еще у вас происходит переоснащение отделения лучевой диагностики, это тоже направление сейчас актуальное. Я даже знаю, что у вас есть статистика, которая подтверждает определенную закономерность. Как только улучшается оборудование, сразу повышается ранняя выявляемость различных патологий и сокращается смертность от запущенных случаев. Вот расскажите. Ну, отделение лучевой диагностики, безусловно, это очень денежно-емкое такое отделение. Вся аппаратура там стоит достаточно больших средств. Она включает в себя и рентгенологическое оборудование, ультразвуковое оборудование, эндоскопическое оборудование. Безусловно, оборудование, это как бы без него никуда, но еще и кадры, которые на нем работают, это очень квалифицированные доктора. Поэтому, конечно, значит, все заменить сразу невозможно, хотя оно уже отработало, допустим, 10 лет и более. Поэтому потихонечку меняем оборудование, конечно, по наличию средств. В этом году нам удалось заменить ультразвуковой аппарат. Где-то года два назад мы на условиях аренды закупили эндоскопическую технику японскую. И, значит, вот, безусловно, вот именно разрешающая способность этой техники, она значительно выше. И поэтому, действительно, статистика такая есть, что вот на ранних стадиях мы стали выявлять значительно больший процент онкологических заболеваний. Это радует. Сергей Николаевич, я отлично от себя и от всего коллектива Архангельского городского телевидения поздравляю вас и ваших коллег с 80-летним юбилеем больницы. Желаем вам здоровья, процветания и спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжаем. В Государственной Думе с приходом нового спикера Вячеслава Володина новые порядки. Дисциплина суровая. Три недели каждого месяца депутаты должны активно работать в Думе. Явка проверяется ежедневно. Четвертая седмица региональная. Избранников отправляют в свой округ на встречи с руководителем региона и населения. Уходящая неделя была как раз такой. Улетают в родные края. Нет не дембеля, а депутаты Государственной Думы. Последнюю неделю каждого месяца они проводят на территориях, население которых и делегировало законодателей в Нижнюю Палату Российского Парламента. В 20-х числах ноября столичный десант высадился и в Архангельске. А значит, у северян, которые не могут достучаться со своими проблемами до местных чиновников, появилась хорошая возможность заручиться поддержкой народных избранников федерального уровня. Рассчитывают на нее и жильцы дома номер 184 по проспекту Троицкий. У нас разбитые дороги перед домом, и люди, которые здесь живут с 68-го года, когда дом был построен, говорят, что не наблюдали, что за это время вообще когда-то ремонтировались дороги. Я хожу здесь с коляской, ну и постоянно захожу в лужи. Покумекали жильцы, да и направили местную активистку Веру Кожанову на прием к депутату Госдумы Елене Второгиной. Она во власти человек не новый и хорошо знает, на какие рычаги нужно нажимать, чтобы повлиять на решение проблем избирателей. Я стала это практиковать, чтобы не только уже я отвечала на вопросы, а чтобы со мной рядом сидел чиновник из такого департамента, по какому заявитель обращается. То ли это тепло, то ли там еще газификация, любые вопросы. Чтобы не одна я говорила, хорошо, я разберусь, там завтра отвечу. А прямо при заявителе уже они получили полный ответ. Получила его и Вера Кожанова. Дорожно-ремонтное будущее коснется проблемного внутридворового проезда, похоже, уже в следующем году. Благо, Единая Россия продвинула в Думе соответствующую программу. Это внутри дворовые территории. Отдельные проекты разложены в федеральный бюджет. И мы, конечно, поможем сегодня городу и субъекту в ремонте дворовых территорий. На подобных встречах тема ЖКХ ключевая. Лишний раз в этом убедился и Андрей Палкин. Статус депутата Госдумы позволяет ему не просто направлять запросы местным властям, а требовать исполнения обязательств перед населением. А потому на следующий же день после общения с горожанами Единая Россия отправилась на социальные стройки столицы Поморья. 31 декабря завершается третий этап программы по переселению граждан из аварийного фонда. В Архангельске к Новому году должны расселить 26 тысяч квадратных метров аварийки. К концу декабря более 400 квартир должны обрести своих хозяев. И здесь строители, похоже, укладываются в график. Чего не скажешь о четвертом, заключительном этапе программы. На этой площадке компания «Сувор» из Чувашии возводит 4 дома на 859 квартир. Сдать их нужно к 1 сентября. Однако отставание от графика уже в несколько месяцев. Отставание связано, прежде всего, с логистикой. То есть есть небольшие проблемы с поставкой именно железобетона. То есть это сваи в данный момент. В декабре подрядчик обещает наверстать упущенное. Если этого не произойдет, Андрей Палкин спросит не только со строителей, но и с чиновников, курирующих объект. Я повещал, что возьму на свой личный контроль именно эту площадку. По той простой причине нам-то это чревато именно тем, что, сорвав данный подряд, мы попадаем не только в недополученные квадратные медные, мы попадаем на штрафные санкции со стороны Минстроя. И, исходя из этого, нам не хотелось бы попадать в черные списки еще по реализации последующих программ, которые будут так или иначе действовать в нашем регионе. А вот пример, когда финансированием строительства пришлось заниматься самим гражданам. В конце октября на деревянном мостике через реку Ваганиха, что в Маймаксанском округе Архангельска, провалился КАМАЗ. Технику вытащили, брешь осталось. Для обитателей садово-огороднического некоммерческого товарищества «Лесная поляна» это не просто мост, это дорога жизни. В случае что, только здесь могут проехать скорая или, например, пожарная. Поедут ли сейчас – большой вопрос. Например, один из подрядчиков уже отказывается переправлять на тот берег трактор для расчистки снега, как раз из-за разрушения моста. Активисты сонд «Лесная поляна» кое-как его подлатали, обеспечив проезд для легковых машин. А заодно решили полностью реконструировать мост. Обратились и к руководству города. Оно, в свою очередь, к 25-му лесозаводу. В итоге дачники безвозмездно получили 150 бревен для проведения работ. «Горсвет» предоставил бесхозные бетонные тумбы для фундамента. Сами граждане скинулись по 1000 рублей, накопили 400. Эту сумму получит подрядная организация, которая и будет заниматься обновлением моста. Только вот вопрос, почему капитальным ремонтом моста занимаются сами жители, а не местная власть? Зам. мэра по хозяйственной части Петуховой Елена Викторовна нам сказала, что три года как ремонтироваться не будет, пока не будет поставлен на баланс. Так как у них 80 судебных решений, и на 8 миллиардов, и мост наш тоже не будет ходить в первоочередную, план работы. В общем, денег нет, но вы держитесь. Продержались домовладельцы из лесной поляны до приезда депутата Дмитрия Юркова. Пошли с проблемой к нему на прием. Единоросс пообещал лишний раз потревожить не только городские власти, но и прокуратуру. Иногда не только деньги нужны, а нужно еще додавить в правовом поле. Этот мост будет принят на баланс города, и дальше уже обслуживание этого моста будет как раз уже выполняться за счет муниципального бюджета. Подобных вопросов на второй для депутатов региональной недели была масса. Так же, как и встреч с избирателями в различных муниципальных образованиях региона. На сущные проблемы области народные избранники обсудили и с губернатором. Нельзя забывать, что представители региона в Госдуме – еще и мощные лоббисты, которые должны оставить интересы родного края. Например, мы очень надеемся, что в следующем году у нас не срежут деньги по Ягринскому мосту. Вопросы, например, железнодорожного моста в Архангельске. То есть вот наша задача, чтобы в регионах создавались проекты, проектно-освязные документации, да, а мы уже со своего уровня должны как раз привлекать федеральные средства для того, чтобы развивался регион. Масштабные долгосрочные региональные проекты требуют постоянного внимания и кропотливого труда законодателей. Судить о результатах этой работы недавно избранных депутатов пока рано. Но так на то она и региональная неделя, что представители области в Госдуме регулярно отчитывались перед гражданами. Алексей Карельский, Артем Юдин. Семь дней в регионе. Семь дней в регионе в прямом эфире. Продолжаем. Сегодня последнее ноябрьское воскресенье. Отмечаем День Матери. Официальная дата была утверждена в 1988 году по предложению Алевтины Опариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении нового государственного праздника подписал президент Борис Ельцин. Идея понятна. Подчеркнуть роль и значимость Института материнства в нашем обществе. Что такое самоотверженность, преданность, безграничная и безусловная материнская любовь? Посмотрим на примере героини следующего сюжета, многодетной мамы Татьяны Григорьевой. Кажется, и спустя 8 лет привычки тройняшек Григорьевых не очень изменились. Они все так же говорят одновременно. Посторонним в девчонках легко запутаться. Мама Татьяны помогает запомнить. На свете синяя футболка, у Вари коса набок. Учителям в школе можно только посочувствовать, ведь в футболке у девчонок ежедневно разные. Только за время съемки тройняшки дважды переоделись. И запоминать приходилось сначала. Сначала мы табличками носили. Вот я вот Варю и Свету не перепутаю никак. Мы себя сами не перепутаем, а некоторые дети нас путают. То я Варя, то это Оля, то это Света. Троняшки крайне редко появляются естественным путем. Обычно это заслуга репродуктивной медицины. Но Татьяна та самая единственная на многие тысячи. Создатель этого чуда исчез из жизни женщины, узнав о счастье, помноженном на три. Все эти годы с детьми помогали лишь Татьяне на родители. Несколько месяцев назад не стало папы-дедушки, как называли его внучки. Спать приходилось очень мало. Каждые три часа кормление. Это у меня сцеживание. Варили мы с бабушкой. Одна кидает кору, другая крупу. Суп вот наш весь готов. Все. Приходилось очень крайне редко спать тоже. Я до сих пор хочу спать. Разбудить, заплести, накормить, проверить уроки, десять раз напомнить о чем-то важном. И все это повторить трижды. Удивительно, но при таком темпе даже прически в школу дочкам мамы умудряются заплетать разные. Их жизнь была бы, конечно, проще, если бы такие вещи, как обувь, одежда, мебель, не были нужны в тройном размере. Мы не привыкли ни просить. Кто хочет, тот поможет. Мы к тому пришли. Бабушкина пенсия, моя зарплата сколько можем. Вот весной мы… Нет весной. Осенью мы продаем грибы, ягоды, чтобы одеть девчонок в школу. Скоро вот кровати новые придется покупать. Из этих девчонки выросли. И закрылась федеральная сеть недорогих обувных магазинов. Расстраивается Татьяна. Это значит, что обувь на весну еще придется поискать по распродажам. Тем не менее, даже в сложные времена на столе всегда есть фрукты и овощи. И все это с маминой зарплаты в 16 тысяч рублей и бабушкиной пенсии в 12 тысяч. Неожиданно для мамы и бабушки во время съемки выяснилось, что дети уже понимают цену их усилий. Скучаете по маме? Очень. За что вы любите свою семью? За то, что она подарила нам жизнь. Да. За то, что они нас вырастили. И научили. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. Как меняется жизнь женщины после появления малыша? Что такое материнский инстинкт? Поговорим с молодой мамой Татьяной Евграфовой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы праздник День Матери отмечаете впервые. Это роль для вас нова. Вашей доченьке исполнилось всего годик. Значит, еще свежи воспоминания. Все-таки, как это было до и что изменилось после рождения дочери? Расскажите. Жизнь поменялась полностью. Изменилась я. Вместе с рождением дочери, наверное, произошло мое собственное перерождение. Поменялись ценности, поменялись приоритеты. И, к сожалению или к счастью, моя собственная персона, она теперь всегда на последнем месте. Изменился быт и уклад, конечно же, в семье. Не хватает возможности просто порой поспать или вовремя даже поесть. Но это такие мелочи, потому что все это бесценно. Бесценно первое «агу». Бесценно первое слово «мама». Это все забывается тут же. То, что весь остальной мир отошел на второй план, это вас не пугает, не настораживает? Вы попали из социума, по большому счету, да? Теперь посвящаете все свое время одному маленькому человечку. Мне странно осознавать, что где-то в этом мире, вот именно здесь и сейчас, происходят какие-то другие важные события. Потому что для меня все самое важное действительно сконцентрировано только в моей доченьке, в Машеньке. Но меня это не пугает. Я понимаю, что это временно, и нужно наслаждаться каждым днем. Потому что и это пройдет, и она вырастет. И когда-нибудь тоже улетит из семейного гнезда, я больше не смогу этим насладиться. Я не смогу ее такую маленькую пообнимать. Она станет взрослой, самостоятельной. И, может быть, я уже не буду в той степени ей нужна, как я нужна ей сейчас. Вы уже поняли, что такое материнский инстинкт? Мне кажется, что материнский инстинкт – это такое… Это когда ты уходишь из дома всего на час, а ощущение, что проходит целая вечность. Что ты уже так сильно скучаешь по своему ребенку. Это когда ты спишь и слышишь дыхание своего ребенка. Это когда ты ночью чувствуешь, поднялась или не поднялась температура. Я не знаю, чувствуют ли это отцы, но мама чувствует своего ребенка постоянно. Мы поздравляем вас с праздником сегодняшним. Возвращайтесь скорее к вашей доченьке. Спасибо вам, что пришли сегодня этим утром к нам в студию. Спасибо большое. Эта неделя запомнится каждому из нас чем-то своим. У кого-то прибавление в семействе, а у кого-то юбилей и выход на пенсию. Кто-то нашел новую работу, а кто-то потерял старую или заболел. Кто-то переехал в новую квартиру, а кто-то начал ремонт. Из этих и остальных событий складывается жизнь. Настоящая, которую проживаешь и которую чувствуешь. Как только все останавливается, наступает покой. И вот это, на мой взгляд, самое страшное. Удачных вам следующих семи дней. И напоследок давайте посмотрим, что интересного произошло у жителей Архангельской области еще. В Архангельске. Вот, например, сейчас прошел форум молодых предпринимателей. Ты предприниматель. И мы участвовали в одной из программ «Игра фирма». Мы были как участники и заняли третье место. Мы рады. Очень рады. Это на самом деле очень круто, что в Архангельске проходит что-то подобное, связанное с предпринимательством. Наверное, самое важное событие, которое произошло в Новодвинске, для меня, да и для всех граждан других, это открытие регистратуры в Новодвинской городской больнице. Теперь стало удобно записываться. Не нужно стоять в очередь. На этой неделе мне запомнился урок немецкого языка. Так как мы изучали материал о дне благотворения, я получила хорошую оценку. Мы в Котласе всю неделю готовились к экзаменам. Учили уроки. Ну, и успешно сдали все. Слава Богу. Запомнилось. Днем рождения ужины. А у нас в Котласе сегодня выпал снег. Дождались. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин